Здарова, брату! Здарова! Смотри, кто у нас тут едет в машине. Едем опять в Дулу делать еще аквариум. У нас Дулы и Анапы из любых направлений походу. На ретроавтомобиле. Ну и смотри, как опять. Забиты, как цыгане. Ничего, в принципе, но все у нас вот так. Как обычно, поснимаем вам на телефон чуть-чуть видосики, потому что мою крошку я не брал, но я нафиг, что-то мне лень было. Вот так чуть-чуть снимем, что мы будем делать сегодня. Надеюсь, вам будет интересно. Скажем, что настроение отличное. Планы грандиозные. Сегодня забилим опять трехметровое море. Мы их ведь делаем просто так. Ага. Бюджетное. Да, у нас в этот раз бюджетное на китайском оборудовании, как вы любите. Пенник, Дельтек, помпы, кжибао, свет с Алиэкспресса. В общем, топчик. Чтоб вы там не это, не говорили ничего что-то. Привыкли только к жиру к одному. Нет, сейчас мы вам покажем, как сделать аквариум не на жиру. Поэтому смотри дальше, не переключайся. Ютуб уже работает. Все нормально будет. Глядеть дальше. Ну что, ребзя, вот мы на объекте. Вот он, ваш любимый шпаг. Шпаг, усики поглаживает. Ну, покажи наш. Сейчас. Нет, не надо. Это легендарно. Сейчас я покажу, что склеил Серёжа. Это емкость для автодолея. Да, чтобы вы просто понимали. Смотри. Просто идеально, ровненько, да, все. Швы, смотри, какие красивые. Это если я сам-то так клеил, то как я тебе аквариум склею? Обращай. Это он склеил емкость такую, смотри. Вот он склеил сам. Ну, вам там погрязни чуть-чуть, но все же. Сейчас покажу. Сейчас ты просто поймешь, к чему я веду разговор. Смотри, тут у него ровненько, да? Стекла нигде не вылазит. Какашку это он срежет сейчас. А сейчас, внимание, представляем вам легендарный аквариум. Мы уже знакомы с подделками этой корпорации. Да. Как она называется? Наутилус дизайн. Да. Чтобы вы еще раз не говорили, что мы хуево склеили аквариум, это не мы клеили. Это подделка от Наутилуса дизайна. Да, ну тут эпично. Вот такая. Все. Где-то не хватило герметика у ребят. Где-то чего? Здесь не хватило терпения нормальный шов сформировать. Ну да. А здесь не хватило денег на двойное дно. Это из двенашки, 3 метра. Сейчас шахту покажу, шахта мне нравится. Тут, кстати, тоже кондиционер начал писать. Так. Ну тут тоже вот такое все. Тут дырки какие-то. Тут некрасиво. Тут немножко стекло не попало. Тут немножко стекла не хватает. Откололось. Вот такая шахта. Она даже не заполирована, ребят. Это все стекла острые. То есть надо полировать. Ну она прозрачная. Она прозрачная, сратая. Две дырки. Вот так выглядит это все. Да. Короче, надо... Здесь стекло. Ну да, чуть-чуть не попали. Бизнес-курсы и мастер-классы. А вот еще смотри, тут вот не приклеено. Я знаю. Это почему так? Ну так и сложно. Ну короче, ладно. Я к чему это веду? Смотрите. Этот аквариум будет стоять в столовой. Его клиент сохранил в том году, не стал выбрасывать. Планировал его поставить в помещение. Столовая будет такая. Вот. Сварили не мы, а тоже каркас. Тут тоже немножко есть косяки. Молотком кто-то постучал, и он стал кривой вот здесь. Мы сейчас выровняем. Это фигня. Постелим пеноплекс, потом фанеру. И на фанере ляжет этот аквариум. Продавит это все и будет ровно. Чики-пики. Вот. Поэтому аквариум здесь ничего не переклеивается. Ничего не делается. Вот как есть, так и есть. Ничего страшного, это в столовой. Здесь будут просто рыбки плавать без всяких излишеств и ебонов. Не знаю. Без всякого вот этого, что вы любите. Поэтому сейчас мы делаем фанеру. Кладем, ставим аквариум. Ну и потом я вам покажу, как выглядит аквариум этот. Вот. Ну я не знаю. Наверное, мы его еще и запускать когда-то будем. Бог демозит. За то, например, вы узнаете, как на низком бюджете выбрать нормальное оборудование. Недорогое, но при этом качественное. У меня, между прочим, в айфоне режим киносъемки. Кинорежиссер. Просто. О, я актер. Короче, мы покажем, как за низкий бюджет купить нормальное оборудование, которое будет нормально работать. Да. То вы всегда спрашиваете, что? 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 Как сделать недорогое аквариум? Вы, зажравшиеся твари, делаете аквариум за миллиарды. Это не так. Это не так, ребят. Мы делаем за миллиарды и делаем иногда за сотни. В общем, короче, работаем, собираем. Будем там периодически под съемку. Снимаем на телефон. Но фиг ли делать. Вон у нас еще кондей потек один и второй. Ладно. У нас они нет. У них, да, вон там. У нас еще не течет. У нас потекла вода. У нас текут рекой в Бабулете. Что-то, блядь, я этой реки не знаю. Незаметно, да? Да. Короче, каркас я сейчас выровнял. Он на регулируемых болтах. Он выровнен. Сейчас я буду клеить подложку, а Сережка будет пилить дырки под... В шахте у нас два отверстия. Возгрузили этот объект. Я не верил, что он его подымет один. Ну, однако, вот. Короче, поставили мы аквариум на тумбу. Выровняли. Вот так выглядит то, что я вам говорил. Пирожок. Он сгладит все неровности. Продавит и будет нормально. Сейчас я затонирую вот эту страшную херню. Вот так вот. Здесь затонирую. И вот эту стенку затонирую. Вот. Наверх решили скрыть вот эту всю порнографию. Сделаем короб сюда вот такой. Деревянный. Из МДФ украшенного. И туда внедрим светильники. Скроется, во-первых, вот эта порнота вся. Которую очень не красиво видно. Видишь, даже ребра тут не обработанные. Ну и, короче, светильники будет куда поставить. Вы что-то там спорили за какие-то пенники? Да. А такое ты, блядь, видел? Музей из Тульского кривического пенника в музее. Это, между прочим, что у нас? Турбоскинмер, блядь. Видал? Дельтек. Там год не написано? Нет. На четырех помпах, между прочим. Написано 2011. 2011 год. Новый. Смотри. Новый. В упаковочке. Гляди. Смотри, какой. Ага. Видал? Четыре насоса. Четыре. Ёпта. Сергей, что вы думаете? Я не думаю. Я сейчас просто прочитаю из бумажки. Вот как ты думаешь, дорогой зритель, какая у него производительность по воздуху? Ну вот ваш версия, Николай. Есть? Четыре мощнейших сосалки сколько дают по воздуху? Сосалки, я думаю, тысячу дадут, наверное. Превосходит ваше ожидание. Одна тысяча пятьдесят литров в час. По воздуху. Ну, я угадал. По воздуху. По воздуху. Ты сказал, тысячу, наверное, дадут. Во, прикинь. Просто, чтобы ты понимал, такого размера роялов скипедник сосет. Две с лишним. Какие две? Из такого размера будет там... Тут четыре помпы стоят. Прикольно. Там стоят очень старые помпы, такие белые. Если ты давно уже в семье, ты точно знаешь. Белые такие сратые помпы, которые отключаются. Иногда ты подходишь, он такой... Просто... И погнал опять работать. Ну, что, я думаю, нормально. У нас аквариум рыбный. У нас рыбный аквариум. Думаю, что этого хватит. Покажи, как парни с Nautilus Design сделали трубу вот ту. Можешь показать? А я думаю, что я никакой мере делась. Просто нашим зрителям не открою. Потому что каждый уважающий себя аквариумист дома. Не надо так близко. Думает. Когда думает, как бы сделать переливную трубу. Он берет просто и делает вот такое. Сейчас фокус переведем на это вот. Это труба от Nautilus Design. Это напилена болгаркой или чем? Торцовкой, наверное, так не получится напилить. Торцовкой будет ровно. Да. В общем, вот. Берите на вооружение. Класс. А, еще у нас светильники. Смотри, какие будут. Давай. В свете последних событий и с трудностью контрабанды американских светильников Экотек. Да. И пиздежа. В свете. У нас будет вот такой вот светильник. Экотек. Это же что такое? Родион для нищих. Это же Родион, брат. А8. Прикольный. У нас таких 8 штук на 3-х метровую банку на рыбную. Да. Если ты не знаешь, что это за аквариум, то уж пока на канале есть видос. Не аквариум, а про этот аквариум. Вот. Да. Смотря для каких целей ты берешь. Для этих целей вообще супер. Даже мягкие кораллы и ЛПС. Мне кажется, под ним и СПС будут нормально расстелись. Но у меня претензия была только по программному обеспечению. Я тоже думаю, что будет расстелись. Так, ну что, дела немножко движутся. Вот так вот прикрутили там, смотри, фанерку. Крепим сейчас пилотки. Пилотки крепим. Установили. Шахту мы решили заклеить в черный цвет. Стекла закажем и отклеим это. Можете не жужжать, Сергей? Спасибо. Заклеим. Туда сейчас установили уже две трубы. Вопреки вашим всяким рассказам, что я, что такое там. Там 50-й слив и 25-й возврат. Но мы не можем ничего переделать. Тут уже все склеено. Склеено не нами, блин. Просверлено не нами, мы ничего уже делать не можем. Поэтому там будет, ну не 50-й, мы его сейчас в 40-й переведем. Будет 40-й слив, аварийка будет 25-й. Здесь не будет большого потока воды. Мы не будем большую помпу делать. Потому что рыбкам, я думаю, нормально будет. Вот. И оставили 25-й аварийный слив. Вот. Потом мы купим ребра. Ребра. И наклеим вот сюда 12-е ребро на дно. По всему периметру. Потому что здесь вот такая вот оказия. Как тебе показать? Вот так что ли? Да. Это тоже сегодня обнаружили. Но приклеим ребра. Ни хрена страшно не будет. Все будет держаться. Вот. Здесь есть флисовый фильтр. Он в коробочке стоит. Я потом, когда буду ставить, распакую и покажу. Такое же мы ставили. Здесь рацишка будет стоять. Вот. А. Ну вот. Пленочка. Еще затонировали с этой стороны. С этой. Короче, как-то так. Потихонечку работаем. Затонировали еще емкости. Емкости затонировали. Одна. Автодолива. Ну, задние стенки только. Больше ничего тонировать не будем. Только задние стенки. Чтобы за них что сделать? Правильно. Спрятать провода. Сейчас спрячем какие-то провода. Их не будет видно. Еще будем делать здесь фасады. Будем сделать здесь нахлобучку на аквариум. Корону такую. Это я только сегодня узнал. Корону. Вот. И там будут светильники, короче. Все. Пойду я работать. Классно с вами. Смотри. Продолжение. Шпака. Я требую свободы шпака. Зачем мы его спрятали? Зачем вы спрятали шпака в тумбочку? Свободу шпаку. Свободу шпаку. О, тебя уже выпустили. Видишь? Без моего плакатика тебя будет. Подожди, подожди. У тебя неправильно нарисовано. У меня смотри как надо. Усы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Как тебе? Класс. Класс. Мы его уже выпустили из тумбочки. Так что не актуалочка уже. Здорово, бродяги. Здорово. Ну, пока мы не переоделись. Мы снова в городе Герои Тула. Будем сделать вот этот аквариум. Тут ничего не произошло, к сожалению, за наше отсутствие. Что-то у меня с записью произошло. За наше отсутствие здесь ничего не поменялось. Значит, сегодня план такой оптимистичный. Склеить камни. Вот они в мешках. Склеить трубы. Вот они здесь. Электрика у нас готова на этот аквариум. Помпы подсоединил и все. Свет мы делать пока не будем. У нас нету короны. Вот такая груда камней. Вот какой-то новый клей. Мы потом покажем как им пользоваться. Шпаг. Это шпаг купил. Сказал классный. Вот он шпаг в трусиках, как вы и просили. У меня настолько маленький, что это даже можно на ютубе показывать. Понял? Все мы это покажем, по-любому. Ну и все это ты видел уже. Начинаем работать. Ну что, мой дорогой зритель. Время идет. Время 15.33. Смотри какая сасалка. Ты не так показывай, да? Вот так. Но хорош, да. Это зачем? Чтобы с одной отсасывать. Отсасывать. Ладно. Тем временем, ребят, мы вклеили ребра даже уже. Ну, чтобы вы поняли, что мы вклеили, он видишь появилось. Я уже засыпал песком, честно говоря. Чуть-чуть песочка не хватало. Наверное, не хватает. Решили мешочка три докупить. Еще камни поставим. А потом вокруг камней еще подсыпем чуть-чуть. Так как нам на следующей неделе ехать, поэтому не критично. Вот. Вот. Из того, чего сделали. Это я не знаю, что делал, блядь. Короче, про него не могу ничего рассказать. Он жрался. Да, ты жрался. Вот. Стеклышки вклеили черные. Серега возврат уже сделал. Вот так он будет. В процессе там отделка будет, я пока не до конца не могу. Вот так он, да. Так раз. Здесь, значит, что? Флисовый фильтр стоит уже. Вот. Флисовый фильтр. Ну, в принципе, он делает, что тут? Трубы. Здесь вот имеется такая моднейшая помпа джибау. Какая-то десятитысячная, да? Да. У меня прям прикольный контроллер. Контроллеры вот эти все. Первый контроллер, на котором появилась возможность остановки помпы принудительных. Да, да, да. Кнопка пауэр, да. Короче, они все такие. Вот там два. И вот там еще три. Ну, короче, тут все такое. Вот. Значит, что? Вот это надо сейчас снять. Это были деревяшки, ребра держали. Они уж приклеились. Ну, и что? Продолжаем работать пока, что? Сейчас я буду камни клеить. Вот. Как склеим, наверное, мы чуть-чуть снимем. Но, видишь, чуть-чуть пускай не хватило. Прям децил самый. Наверное, если бы не было ребер, песка бы хватило. Так как ребра сожрали полтора миллиметра, то как-то так. Вот как он и обещал. Сейчас он расскажет вам что-то. Вот он что купил. А, смотри. Мы всегда используем клей Fauna Marine Refix. Отличный клей. Очень быстро сохнет, очень крепко держит. Он перевелся в том магазине, где мы его покупали. И закончился. Я тут на пробу взял такой вот американский Two Little Fishers. Хороший. Two Little Fishers, мне кажется, китайский. Нет, нет. Американский? Ты что? Ну, ладно, хуй с ним. Где-то нет, нет. Вон, видишь, у них в Libra все тут. Короче. Только. Мне кажется, вы ему даже, даже вы ему сквозь экраны своих телевизоров не верите. Так у него был первый секс. Дефлорация. Вот такая хрень, короче, это не цемент. Ну, если и цемент, то какой-то не цемент. И одна банка. И вот такая малофьюшка еще есть. Короче, ее разбавляешь водой. И вот этим соусом, получившимся, замешиваешь, опять же, небольшими порциями, потому что он у тебя колом встанет в ведре, если все замешаешь сразу. Замешиваешь. И он, когда высыхает, у него больше времени уходит на высыхание, там, может быть, минут 3-5, может быть, минут он сохнет. Но, когда высыхает, он остается немного пластичным. То есть, если его пытаться гнуть, ну, не гнуть, ломать, он так немножечко вот. Ну, короче, не деревянный. Не деревянный, не каменный. Более эластичный. Прикольный. Вот. А я, тем временем, вот, начал раскладывать основания для камней. Чтобы понимали, здесь кораллов не будет, здесь будут рыбы. Вот. Поэтому сейчас мы будем композицию замысловатую какую-то делать. У нас камней 62 килограмма всего, чем сейчас их разложим. И композиция какая получится, такая получится. Вот. Не критично. Кораллов нам рассаживать не надо, поэтому нам не принципиально. Будут они по центру здесь находиться, аквариум на просвет. Ну, короче, я думаю, что сделаем, будет ништяк. В любом случае, камней хватит. А потом, может, какие-нибудь там саркофитоны ковровой актинии понакидает сюда усатый. Будет ништяк. Ни в коем случае не хочу хвалиться, но мне кажется, получилось очень красиво. Не знаю, как вам передать это на камеру, но попробую как-то обойти со всех сторон. еще раз напоминаю, это рыбная банка, это для рыбок. 60 килограммов от камушков у нас ушло. Получилась вот такая горочка. Она там с гротом, там такая. Короче, с дырочками со всякими, смотри. Вот такая, как балкончик нависает. Красиво, кстати, для кораллов, даже Сергей сказал, очень даже подойдет. Вот. Вот так это сверху смотрится, не знаю. Я говорю, как бы на телефон, но не очень понятно. То есть, в живую, когда смотришь, такое 3D, оно больше в глазах, чем в телефоне. Здесь тоже все такое, знаешь, с дырками продувается, чтоб рыба пряталась, рыба спала, короче, ну и тому подобное. То есть, вот все такое воздушное. На самом деле, хоть тут и 60 килограмм камней, это немало для сухих, на самом деле. Но, видишь, вот всякие дырки, прям сквозные есть. Ну, как практически они вообще все сквозные, видишь, насквозь. То есть, тут рыбки будут спокойно проплывать. Ну, я думаю, это... Я когда камни собирал, мне казалось, мало. Ну, типа, знаешь, маленькие горки будут. Получилось вообще роскошно. С вами по себе камни фактурные. Из наших личных запасов, это не из рифовода камни там такие не купишь. Красивые фактурные камни. Это были ЖК раньше. Да, отличный мастер и как бы предсказуемый результат. Нет, правда, нормально получилось с водой, с рыбками. Потом это, ну, подснимем когда-нибудь. Будет классно. Тут еще вот у нас остались камни. Я их сейчас сам сложу тут. Ну, немного их плоские они. И мы их забирать не будем. Мы их так для биоложки бросим. В целом, вот такая вот банка получается. Мне нравится. Серега там, кстати, смоделировал наш любимый насосик для подмен. Ну, то есть, понял, да? Два кранчика. Как обычно, только насос мы теперь сами не придумаем. А он с забором с нижней части. Да, классная модель. Да, классная модель. Да, он с нижней части. Сейчас я тебе скажу, подожди. Сейчас что-то расскажу. Сосалка с ней. Да. Артикл называется ЕП. ЕП, да. У них вот такая вот сосалка. И контроллер у него с кнопкой выключения. В общем, это, ну, наверное, это самые последние помпы ЕБАО. И они хороши. Ну, в общем, запланированная часть нашего марлезонского балета на сегодня, в принципе, выполнена. Ну, флис у нас остался. Вот сейчас флис мы устанавливаем. В принципе, мы можем, наверное, уезжать на сегодня уже, да, Сергей? Да. Следующий раз отделка и монастыр из конструкционного алюминия. То есть, по сути, что у меня я на себя не снимаю. То есть, по сути, это, получается, второй день. Второй день мы здесь работаем полный. Еще день, я думаю, мы поработаем. Мы должны просто, обязаны уложиться, чтобы собрать и отделку, и вот эту нахлобучку корона, как она называется, я вам уже рассказывал. Вот. Я надеюсь, что мы в следующий раз уже приедем и это соберем. И тут же уже будет подведена осмосная трубка. То есть, сюда десятку подведут. Нам останется только вот так шланчик вставить и все. И можно заливаться, солиться. И мы песка привезем, мы подсыпем песок, видишь, чуть-чуть мало. Будет классно. Ну, мне кажется. Для столовой, да, это не ресторан даже, ребята, это столовая будет. Вот. Общая картина такая. Там вот посадочные места, вот там за аквариумом. Здесь, видишь, пищи, пищераздача. Вот там бар. Тут, значит, смотри, рукомойники. Значит, пока тут ремонт все закрыт. Тут тоже какое-то, типа, стоячие места. Там, можешь пивасик попить. Тут вот стульчики уже закуплены. Вся фигня. Канди. Тут полный лофт, короче, такой. Такое хорошее местечко. Но здесь будут вот столы. И, соответственно, люди будут сидеть, кушать и смотреть. Не, не на Шпаково. Зря так подумали. А там рыбки будут. Этого чувака в розовых трусах. Надеюсь, здесь он не будет ходить. В целом будет, наверное, класс. Камера мотор. Здорово, братва. Сегодня у нас на монтаже вот такая эксклюзивная корона. Для нашего роскошного охрана. Эта хлопочка надевается, как ты уже успел догадаться, судой. Что-то там телекает. Чтобы скрыть ребра и урез воды. Мы уже примеряли, смотрится. Смотри, если у тебя это космос не течет, то ты лузер. Таким напором я даже по утрам несу. Смотри, какая отделка будет. В общем, мы тут не были месяц. У нас детали красились, заказывались. Оделка какая-то. Магнитики. Дырки какие-то. И упорочки. Дырки для проводов. Короче, мы решили налить аквариум, потом слить его. Чтоб он немножко камни промыть. Таким напором-то можно наливать. Вот. А я, в общем-то, чем занимаюсь? Я собираю вот эту корону красивую. Как я ее соберу, мы оденем, вы посмотрите. Это для светильника. Я просто обожаю, когда он это делает. Километры герметика. Ровные колбаски. Вот сюда не надо. Сюда не надо, Сергей. Сюда сюда. Да. Знаешь, что он делает? Клею корону. Да. Мы сейчас приклеим эту корону. Вот эту вот. Корону наша для светильников. Мы ее приклеим. Ну, чтоб туда вода не попадала. Короче, тудым-сюдым. Ну, и в целом, нехер ее снимать-то. Нет, нет такой надобности. Вот. Поэтому вот этот человек. Сыки, у нее ноги волосатые. Фу. Да я целый день в кроссовках этих хожу. Я уже чувствую запах спелой вишни, блядь, оттуда. Я чувствую. Я чувствую постоянно этот запах. Смотри, кстати, осмыс, сколько налилось за... Сколько? Час, наверное? За час, смотри. А? Обослаться можно. Короче, как корону оденем, покажем вам. Потом уже, наверное, со светильниками даже. Сейчас засвистят у вас фляги, я чувствую. Ха-ха-ха. Если еще не все. Сейчас скажете, вы что там? Ухи поели? Как вам такая сборочка? А? Ну, это не Родионы. Друж... Друзьяшки-то. Вот они. Светильники. Да у нас есть аквариум на китайских компонентах. Ну да, здесь рыбный аквариум на самом деле. Короче, мы нашли с Sega одно отличие. Существенное. Прикиньте. Траматичное, я бы сказал. Вот здесь вот в Родионе пятерка резьба. Ну, короче, вот такая вот. М5, да. Видишь, что делает? Проваливается. А тут вот такие штуки. А здесь шестерка, и она не метрическая. Она какая-то ссаная типа. Короче, такая, да. Вот и все. А, корону, блин, же поставили. Корону поставили. Выглядит, блин, мне прям нравится, как она выглядит. Просто. Сейчас издалека я зайду. Блин. Красиво. А дверь поставлю. Охеренно просто. Тут, короче, двери на магнитах со всех сторон их можно снять. Да. Вот смотри. Вот это вот. Надо себе, например, в провода попасть. Ты такой чебой. Вот они провода все. Класс. Вот вы все такая тварь. А то надо какой-то поменять блок питания. Удох и все. Вот. И, короче, смотри. Вот эта штука у нас висит. Мы ее приклеили, кстати, с Серегой. Она у нас приклеена. Если ты забыл, что у нас в тумбе, то в тумбе у нас вот что. Видал? Пенник на четырех помпах. Как тебе? Тысяча литров по воздуху. Тысяча. И всего тысяча литров по воздуху и того. В общем, классно. Вода льется. Я вообще просто офигеваю. Просто напор такой. Да. Часа в четыре, наверное, включили. Да? Сейчас пол восьмого. Нет. Позже, мне кажется. Позже. Позже. Короче, нормально. Сегодня, чую, можно будет рециркуляция запустить. А, кстати, время у нас 19.30. Но нам еще делать и делать. Это пипец какой-то. Я вот это вот кручу, 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 а что-то никак не скручивается. Как говорил Шпак, чтобы не было пиздежу, делай все по чертежу, которого у нас сегодня не было. И у нас сегодня была танцевая пила. Да. Она нам помогла. В общем-то, я надеюсь, что это все. Финалочка. Вот. Больше я, наверное, снимать не буду. Выпустим такую серию сборную. Как тебе понравилось? За эти деньги, ну, не в смысле, которые мы получим, а за эти деньги, что потратил клиент, я считаю, что это охеренный результат. Тут все китайское, но при этом качественные насосы. То есть, не вот дно. Нормальный пункт печенья, клевая отделка, а отделка вообще гриппушка. Это вот, смотрите, радики эти работают. Я не знаю, на сколько процентов. Ну, радики китайские, короче, вы понимаете. Не знаю, на сколько процентов. Они сами включились, и мы не настраивали ничего. При всем при этом они не жужжат там, ну, вообще. Я сейчас... И цвет красивый. Да, и цвет, короче, прикольный. И очень засвет такой. Ну, не понятно, сколько пары это, ну, неинтересно сейчас. Кстати, Сережа, может быть, он сюда приезжает периодически. Я приеду, я думаю, я обслуживаю аквариум и померю полки свои. Не этой маленькой, я могу только линейку двухсантиметровую померить. Ну, пойдем, пойдем чуть-чуть. Мы же так вроде все рассказывали, но еще так вот, в целом, да, выглядит эта система вот так вот. Здесь большая емкость для подмены. Вот такой сам погромный, который мы заносили, задолбались прямо туда. Вот. Единственные тут чердуха, которые мне не нравятся, это вот склейщики. Это не мы, это не мы, это наутилус дизайн клеил. И тут, видишь, опять плавают эти стяжки. Причем там уровень воды вообще минимальный вообще настроен. Что, да, нормально зато. Мне нравится, классно. Это рыбный аквариум будет, хотя, ну, блин, по большому счету ничего не мешает. Мягкоту, мягкоту можно смело вообще посадить и будет расти. А может мне пабуретку дать, вот, не знаю, ну давай с той стороны я засвечусь там, покажу, что там я собирал. И, соответственно, сейчас покажу, как мы там все закрепили. Опять, только не рассказывай мне, что там блоки отсыреют наверху, там что-то, блядь, еще что-нибудь отвалится. Ничего не будет, не сы. Смотри, вот такая розетка. Тут штекера такие, смотри, показывайте. С19 или С13 называть. Неважно. Короче, кому надо, тот найдет. Такая сетевая розетка, она прикручена у меня. Ну, я ее прикрутил на такую. Отпилыш, который, короче, как раз был лишний. В целом, так вот блоки сюда прикрутили. Вот эти все. Знаешь, в чем фишка? Смотри, мы можем вот этот провод один отцепить и светильник этот весь вынуть. И на нем, короче, остаются все... Ну, короче, все проводульки, все блоки, все будет на светильнике. И, в принципе, вот эту консоль, короче, можно вытащить. То есть проводок, он здесь на... Как он называется? Липучки, да, вытащить. На мягких липучках один проводок, ты его выдернул. Если тебе надо туда глобально что-то лезть. В принципе, можно ничего не делать, а вот так вот, смотри. Вот так, взять его, поднять на бок и поставить, если что-то надо залезть. Вот. А если что-то глобальное, там прям поковыряться, проводок отцепил, светильник это вообще вытащил, оттуда убрал. Сделать тебе что надо делать. Кайф, кайф. Так что, если вы хотите аквариум не за радионы какие-нибудь, да, тут просто вот 8 светильников. Короче, не за хулиар денег. Если ты хочешь аквариум, мы тебе можем не за хулиар собрать. Вообще нефиг делать. То есть, ну, смотри, выглядит это. Нормально. Ну, а боссаться как красиво. Они, смотри, даже моргают так же. Видишь? Это что, идиот. Да. И знаешь что, от них вот, они сейчас явно не работают не на 100%, то что вентиляторы практически не работают. Я их вообще не слышу. То есть, они, видимо, в каком-то режиме, в таком демоне, демоне, не знаю. В общем, братва, пишите письма, комментарии, все контакты в описании. Ну, и нетрудно идти нас в интернетах. Вот. А потом, потом, когда это годик пройдет, полгодика, там, рыбки будут, Серёбе маленький видос просто. Да? Как он был. Вот. Чтобы сюда приезжать. Короче, чао-какао. Чао-какао. Пока. Давай.